всем привет мои дорогие пустышки часть 2 сейчас буду все рассказывать что тут и к чему и так концентрированный гель для стирки белого белья мы перестирывали прибирали все шкафы и у нас была одежда которая лежала уже полтора года год и у нее так какой-то такой не очень запах был и мы все перестирали и прям две упаковки израсходовали я возобновила серию массажей со вчерашнего дня на момент съемки этого видео понятно что она выйдет немножко позже но я возобновила массаж и конечно кожу уже начала заранее готовить измазала крем зима не перестану его хвалить это просто обалденнейший крем артикул 0934 это просто мега бомба для меня он действительно ультра питательный его надо чуть-чуть его надо маленько у него яркий аромат он классно быстро впитывается он не липнет потом то есть супер вот это нежная нежнятина не уступает вот это не вея один в один и не вею очень похоже на крем но он лучше чем не вея лучше на действия в сто раз лучше почему я сравниваю с не вею потому что недавно у нас была поездка и меня так пересохла кожа после московского геля для душа я с собой забыла взять гель для душа вообще его не взяла специально если честно потому что знаю что когда снимаешь хороший номер там всегда куча вот этой вот мелочи стоит и мне ничего не подошло я мужу грубе ги в магазин говорю я не могу мне все тело стянула московский гель для душа московская вода когда ты уже привыкаешь ко всему а тут я сменила все меня просто вот так он стянуло до такой степени что я в шоке было и просто в шоке было и после такого вот шокового состояния я конечно уже было просто в ручейшем состоянии и конечно он избегал за невея мы эту баночку мы всего 2 ночи там ночевали антон на себя сколько израсходовал я ему тоже спину всё мазала и я на себя сколько израсходовала то просто невероятное сравнение и вот эта штука очень классная поэтому дорогие мои что тот что этот я рекомендую они достойны Они стоят того, чтобы на них обратить внимание. Если вот в этом яркий аромат, чуть не убрала, забыл сказать, тут еле уловимый аромат, но тоже очень-очень приятный. Прям супер. Так, тут, значит, 100 мылые, а тут 170 мылые. Ценовую политику не помню, сколько они стоят. 26,08 и 09,34. Классные, просто классные кремы. Просто вот прям на ура впитываются и имеют даже пролонгированные действия. Дальше. Суфле для тела. Вот такое вот олива-бергамот. Честно сказать, израсходовалась при великим удовольствии. Мне очень нравится этот аромат, вкус. Цвет, все, но он, конечно, подольше впитывается. Но он и на порядок дешевле. Артикул 83,68. Единственное, что вот этот у меня крем, он пролежал долго. И я специально оставила чуть-чуть, показать вам, что будет, если крем лежит год. Он такими вот кучками густыми стал. Да, он работает нормально, но он просто как будто влага из него вышла. И он, видите, вот он падает. Он такими прям густыми кучками стал. Потому что я его распечатала и тупо оставила на целый год. Новые кремы, BSC мне очень понравилось. Сейчас туда-сюда, 5-е, 10-е и пошло-поехало. И вот вам результат. Поэтому не надо затариваться раньше времени. Так, вот с момента прошлых пустышек прошло меньше суток. И уже еще одни такие же пустышки. Поэтому уже артикулы мы не будем с вами указывать. Далее помада. Клевая, классная помада. У этой помады мне не нравился запах. Ну, а на фотосессии мы ее тут уже допинали. Такая ржавая краснота. Очень красивая, ржавая такая с оранжевым подтоном. Она, в принципе, подходит ко всему. Артикул 40771. Хорошенькая помада с очень горьким вкусом. И этот вкус, он сразу приходит. Это не то, чтобы испорченная помада. А именно этот вкус сразу и приходит. Мы сделать ничего не можем с этим вкусом. То есть это не испортилось, а вот такой вот подтон. Ну, и цвет я вам скажу, что есть более такие чистые красные. Это не чистый красный. Я как-то вот ошиблась. Но по чуть-чуть, с чем-то в перемешку. Все-таки вот искрасила. Кстати, такая плотная очень текстура. Очень плотная. Поэтому я брала вот пальчиком. Вот так немножко по помаде. И вот так по губам распределяла. И вот это распределение по губам мне безумно понравилось. Именно оно очень здорово. Далее эликсир для лица. Аквалифтинг. Артикул 0165. Вот пока не пришла куркума, я пользовалась этим эликсиром. Потому что сыворотка куркума, почему-то они кремы выпустили. А сыворотку с гелем для глаз они выпустили на каталог позже. И я использовала вот эту штучку. Ну, могу сказать, что здорово и классно. 0165 мне работает шикарно. Он идет для того, чтобы убрать стянутость кожи, обезбоженность кожи. И борется с морщинами. Можно смешивать любой крем. Можно и крем от Варио использовать. И вот этот использовать. И просто наносим на кожу лица утром или вечером. Или утром и вечером. Я наносила утром и вечером. Мне эффект нравится. Я их давно очень покупаю. Вижу результат. Далее помада. Это у нас помада 4570. Это идет такой классный антивозрастной бальзам. Все-таки искрасила. Как зима пошла, все бальзамы, все запасы бальзамов начали заканчиваться. Тут прям до дырки искрасила. Очень он мне нравился. Упаковкой. Безумно удобно с собой брать. Нет вообще никакого варианта. Прошу прощения, нет артикула. Придется на сайте поискать артикул. Их три вида этих помад. Вообще шикарная упаковка. И действие помады, оно действительно шикарное и пролонгированное. Далее. До чурки закончилось тоже пару помад. Одна закончилась, честно скажу, мы столько не тратим. Она ее просто расковыряла. Расковыряла. Я не знаю, куда дело. Я надеюсь, что она ее не съела. Но иногда бывают такие моменты, когда хочется сходить, например, я не знаю, в туалет, чайку себе налить. Какие-то такие жизненно важные моменты, когда надо отойти минуты на три хотя бы. Тогда у нас бальзам ушел. Я не нашла, где он. Я очень надеюсь, что она его не съела. Но с нами ничего не было, даже если бы она съела. Ой, жуть. Стыдно в таком признаваться. Все-таки шья мать. Ну, неприятно в таких моментах признаваться. А второе мы скрасили. И я могу сказать, что именно эта помада, это идет восстанавливающий крем-бальзам. Его мы красим дома на губки. Дома на губки. Почему? Потому что у нас есть защитный. Вот защитный перед выходом на улицу. А это восстанавливающий. 47-41. На ночь можем намазать, нанести вернее. Все здорово. Вот это в прикольном очень оформлении. Очень люблю эти помадки. Красивые. Ну, посмотрите, какие красивые. То есть вот мы сейчас вот эту крышечку мы Виктории оставим. Она их любит. И у нее их уже 5 или 6 таких. И ей нравится. Она на пальцы наденет. Пальцы у нее там не застревают, потому что они еще тоненькие-маленькие. Вот она ходит, она в них играет. Не знаю, что она там в них видит, каких персонажей. Но ей безумно-безумно нравится. Поэтому мы их не выкидываем, эти класс маски. А вот это вот отправляем на переработку уже в компанию Фаберлик. У нас же бренд Биэко теперь. И, конечно, вот Биэко. У нас, получается, есть программа. Фаберлик свой пластик сам перерабатывает. Артикул 47-40 идет именно у защитного бальзама. Бальзам классный, аромат классный. Все прям великолепно. Далее. Очень рекомендую такое вот очищающее молочко для всех типов. Берите, не пожалеете. Значит, что я делаю? Первый слой мицеллярка, второй слой я вот этим очищающим молочком очищаю. Артикул 0971. Качество кожи улучшается на глазах. И потом уже третий слой – это тоник. Вот трехслойное очищение – это прям факт. Факт. Улучшение просто на глазах. Артикул 0971. Не люблю говорить про Фаберлик плохо, но это вот… Я не знаю, как назвать хрень. Прошу прощения за некрасивое выражение. Но хрень хренью. Извините. Да, очень извините. 100 млэ. Артикул не скажу. Он тут был наклеен, но стерся ввиду того, что он стоял долго в ванной. По идее, это спрей для волос, но он ничего для волос не делает. Кроме того, как делает невкусный запах. Да, запах тоже какой-то прогоркий. В общем, невкусно. Вообще невкусно. Ни капли. Закончилась такая вот каури 30 млэ водичка. Это 30 млэ. Яркий, фееричный, суперский, шикарный просто аромат, который прям хочется сломать и положить куда-то в белье. Вот как то в обзоре по вип-новинкам, по новинкам Талуга 2, мне очень понравилось мыло розовый кварц. Я от него просто балдею от этого запаха. И вот этот запах тоже. Он классный, он фееричный, он легкий, он стойкий. На мой взгляд, он очень стойкий. Он даже надоедает. Вот я два пшика делаю на затылок. Я не люблю, когда мне в нос пахнет, поэтому я на шею не наношу парфюм. Я делаю на линию роста волос, самую нижнюю на затылке. И туда вот пших-пших, вот так вот по чуть-чуть. И, честно сказать, держится чуть ни два, ни три дня. Стойкая вода каури, нежный, цветочный, въедливый такой аромат, искристый аромат, яркий аромат, яркий. Но он нежный, он не сладкий. Пудровых нот там, например, вот как феерик эссенсуэль, их нету. Дальше. Концентрированный гель для стирки белого белья. Надоел мне предыдущий гель для подмывания, поэтому средство для интимной гигиены с артикулом 16-40. Я, вот он такой прозрачный, густой, видите, да, вот оно потекло. Вот оно, вот его густость. Еле-еле не спешай. 16-40, 200 мл, отлично пенится, отлично очищает интимную кожу мест. Идет формула содержания молочной кислоты и очень приятный запах. Очень приятный запах. Я переливаю в тот интимный гель, который у меня заканчивается вот с таким удобным дозатором. Вот тут крышка мне не нравится, как она работает, а тут удобный дозатор. Я прям кайфую от него. Далее спрей антиперспирант, новый любимчик мужа. Артикул 2679. Также нашла в закромах ультрапитательный бальзам для волос. Хвалю. Он идет 100 мл, но он до такой степени классно легко, что его на 4-5 раз хватает на мои волосы, которые ниже лопаток. Артикул 0961. Дальше зубная паста Blueberry. Вкус черники. Не понравилась. Не знаю, кто израсходовал. Не куплю больше. Мне не понравился вкус. Я люблю просто нормальную обычную зубную пасту 2209-75 мл. Очищает зубы хорошо, все хорошо, но мне не нравится этот вкус, этот цвет, этот запах, аромат. Ополаскиватель для рта. Содержит экстракты страв и растительные аминокислоты. Ядрен, конечно, но работает отлично. У меня тут откололся зуб. На этом зубе был мост. Конечно же, начало пухать, потому что мост плохо начал держаться. В общем, там такая длительная история. Я начала полоскать и буквально, ну, только еще начался, начал начинаться воспалительный процесс. И я при великим удовольствии отметила, что оно еще и противовоспалительное идет. Потому что очень хорошо без аптечных средств обошлись. Артикул 16, 37, 250 мл. Поэтому тоже будет сейчас заказываться. Это моя любимейшая зубная паста. Одна из любимейших. Она такая вот темно-зеленая. Ну, сейчас уже ничего не сделаешь. Но вот такая темно-зеленая была. Очень вкусная. Кислородная для всей семьи. 24, 44. Она идет как профилактика кариеса и заболеваний десен и свежесть дыхания. Вот, отличная вещь. Так, пропила я, значит, вот это вот. Ну, скажу честно, Инжелакс чистит хорошо. В туалет на следующий день вы бежите с превеликим удовольствием. И даже, извиняюсь за подробности, такое чувство, что вроде у меня столько нету этого вот того, что вот так вот, вот много. Поэтому рекомендую. Артикул 157, 21. Легкость вы почувствуете. На третий день вообще великолепно. Как будто вот еще там чего-то. Такая пустота, легкость в организме. Как будто вот убрал застой и шлаки. Что тут в составе? Листья сены, шиповник, инжир, ромашка, подорожник, фенхель. То есть, классная штука. 157, 21. Рекомендую. Очень вкусный. Пить его. Вы его добавляете. Стакан воды, чайную ложку. Пьете. Можно один раз в день. Я вот один раз в день пила, мне достаточно. И, честно сказать, вот такое вот мягкое ежедневное очищение мне лично пошел на пользу. Даже эмоциональный фон как-то вот улучшает. Дальше. Экстракт черной бузины. Экстракт черной бузины с артикулом 157, 83. Мне посоветовала Оксаночка нехороших. Она ее пропила, говорит, вообще не болею, молодец. И когда мы в Джугбе вместе отдыхали, ой, не в Джугбе, в Абхазии. Мы вместе отдыхали в Старой Гагре, очень недалеко от границы. Получилось, что мы все заболели, она одна нет. Ну, я быстро за день выздоровела. Антон болел 3 дня. Прям температурила Максим вообще неделю. Я поняла, что вот эта бузина, Оксана вообще одна не заболела. Я поняла, что эту бузину надо пить время от времени на постоянной основе. Она улучшает иммунитет, и по Оксане это было заметно. Потому что она говорит, что болезнь, она проболелась, начала пить бузину. И очень быстро, хорошо восстановилась с нее. То есть, знаете, после болезни еще какое-то время есть слабость. Так вот, говорит, этой слабости вообще не было. Так, мешаются мне тут конфеты, которых уже нет в наличии. Нет смысла говорить артикулы. Вот эти вот шоколадки, их тоже нет в наличии. Я так понимаю, все. Все, их нету. Очень-очень жаль, прямо жаль. Даже артикулы нет смысла говорить. Понравилась нам правильная приправа для сочной курочки. А, 161, 31, прям понравилась. И упаковочка удобная. Тут чуть-чуть. И запах мне безумно приятен. Вот я не могу, я дышу, и мне прям, ну нравится он. Прям кайфуюсь с нее, вот с этой приправки. Дальше. Вот столько соусов. Мы тут, у нас было много гостей. Мы много пекли пицц. Пиццы мы печем свои, не заказываем, потому что в якуське глютен нельзя. И мы печем на безглютеновой муке с псиллиумом. Вы помните, я рассказывала вам уже. Вот, поэтому вот столько соусов ушло. В основном тут в пустышках кетчуп классический с артикулом 160-50. О них в каждой пустышке смысла нет говорить. Соли в наличии тоже нет. Мы уже начали покупать морскую соль, заказывать через самокат. Тоже смысла нет говорить артикулы. Ну, я так понимаю, компания дала заднюю по выпуску еды. Да, по выпуску еды. Буду очень скучать по кофе. Если вдруг кофе уберут, я реально расстроюсь. Вот кофе очень вкусный, очень классный. Пью его банками и очень довольна вкусом этого кофе. Поэтому буду очень расстроена, если его уберут. 16.049 артикул. Вот 6 баночек у нас закончилось. И закончилось их буквально, девочки, за месяц. То есть мы в месяц выпиваем 6 банок кофе. Вот нас как много. У меня еще хозяюшка по дому этот кофе пьет. Она себе домой его покупает. По 2-3 банки в месяц. Это не все пустышки. Я, допустим, взяла 20 банок кофе. Я увожу папе 3 банки. У меня покупают штук 7-8-10. Каждый каталог стабильно этого кофе у меня берут, покупают. И плюс остатки я оставляю себе. И вот 6 пустышек, понимаете? У меня даже запасников с кофе, сколько бы я ни брала. Вот мне тут в Телеграме, кто не подписан, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. У меня там распаковки идут. И все говорят, куда вам столько у вас дома склады? Нет у меня дома складов. У меня если есть склад, да, там плюс 10, там 15, там пачек чаев, бадов, еще чего-то. Я же их не открываю. Бывает какой-то день рождения, еще чего-то. Я хоп-хоп-хоп собрала подарок и подарила, понимаете? У меня просто много продукции в запасе под рукой, потому что часто нужно бывает экстренно делать подарки. Я на даты вообще никакая. И только в день рождения вспоминаю, что у человека день рождения. А то и вообще забыть могу. Потому что у меня структура 200 тысяч человек из нескольких стран мира. Вы представляете? Вот только представьте. Вот, имена, фамилии и то сложно запомнить. А дни рождения у кого какие, я вообще не помню. Я из-за этого, кстати, расстраиваюсь, но что поделаешь. Сейчас еще про бады вам объясню, что их тут целая гора. И понятно, что это не мы все выпили. Нет, конечно, не мы, нет. Ни в коем случае. Так, вот такой чай. Пока вроде бы есть в наличии. 160-34. Очень его люблю. Ломтики, ананасы, апельсины, какао. На постоянной основе. В гости приходят. Вот такая пачка чая у меня на 3 дня уходит с гостями. Потому что завариваем в заварнике, они тут же пьют, завариваем, пьют. Тут у меня вообще проходной двор. Потому что мы клеим обои, натягиваем потолки, делаем плинтусы. Потом, значит, мы заказывали мебель. Вы не представляете, какая толпа людей. Плюс мы делали фотосессию. И у нас постоянно 5-6 человек в доме тусят. И некоторые прям по полдня, по целому дню тусят. И получается, ну, чай уходит просто пачка за день может даже уйти. Артикул 16-035. Это чай ломтики ананаса, кокоса и семенами чьио. Очень достойный вкусный чай. Так, дальше поехали. Цитрактив. Это пьем мы с мужем на завтрак. Ну вот смотрите, прошел месяц предыдущего обзора. Одна баночка у нас закончилась за месяц на двоих. Артикул 157-20. Это мощная, огромная доза витамина С, которая нам сейчас с вами всем нужна. Потому что если мы испытываем стресс, в первую очередь вынуждаемся в витамине С. Чтобы организм мог противостоять любым вирусам, инфекциям, простудам. Там продуло еще что-то. Там, не знаю, в баню сходил нагрузка на сердце. Тоже нужен витамин С, чтобы ничего не случилось. В общем, витамин С, это в первую очередь его нужно пить всегда. Так, дальше уже закончилась алоэ баланс. Мы сейчас Инжелакс допили и начали пить алоэ баланс. Артикул 157-39. Тоже штучка классная, легкая, вкусненькая. Безумно вкусненькая. Но мой врач сказала, что тут лишнее подсластитель эритрит. Что ей не нравится, что он тут есть. И я не знаю, насколько это вредно. Она сказала, что это нормально. Но я бы, говорит, не рекомендовала. Я говорю, ну окей. Значит, мы допьем и будем искать более чистый состав. Вот эритрит ей не понравился. Далее, секреты Востока. Пьем по 2 штучки в день с мужем. Его обязательно пить на голодный желудок, Эдигер сказал. У меня прям целая схема, что пить натощак, что пить до обеда, что пить после обеда, что пить во время обеда. То есть у меня там целая штука-дрюка стоит. 157-10 артикул. Но на телеграм-канале я недавно выставляла вам. Вот это мы сильный иммунитет используем. Тут есть и хиноцея, ультралист и омега-3. Мы используем как омегу-3. Артикул 81-13. У нас его много. Помните, я вам как-то рассказывала, что я вместо D3-K2, о нем я сейчас тоже вам буду долго говорить, вместо D3-K2 я, короче, заказала вот эту кучу. Вот промазала. Да, их у меня тут много, потому что пью я, Катя и Антон. Еще папе, кстати, я увозила, но папиной бутылочки я не собираюсь сюда возить, вставлять. Допила, потому что уже начал подходить срок, к сожалению, вот видите, срок, да, я их допила. Сила волос и ногтей. Тут идет магнезиум, инозитолум. Инозитол, очень, кстати, классная штука. Цинк. И витамины В3, В5, В6, В12, В1. Что мне сказала мой врач? Наш комплекс от Molecula Force, вот из этой линейки, из этой линейки, наш комплекс от Molecula Force, он лучше, действеннее. Там тоже есть сила волос и ногтей. Оно немножко как-то по-другому называется, поэтому не рекомендую, потому что появилось лучше. Но и этот был неплохой, как она мне сказала. Это антипаразит. Называется LiberoVerm. Артикул 156.97. Его нужно пить долго, его можно пить месяца 3. Почему это с инструкцией на сайте разнится, я вам сейчас объясню. Мой врач сказала, что он чистит организм таким образом, что если в организме нету веществ, которые поддерживают в размножении патогенную микрофлору, а это хлеб, дрожжевые, все дрожжевое, сахар, молочка и различное мясо. Ну, рыбу можно не считать, но вот мясо, как мясо мясное, которое, оно поддерживает вот эту микрофлору, да, оно дает белок, но и гнилостную микрофлору поддерживает. И, конечно, если мы хотим, чтобы у нас все быстро умерло, что у нас может умереть, плесень, грибки, микроорганизмы, различные гельминты и так далее. Мы же не знаем, что у нас, потому что бесплатные анализы никогда не покажут, что у вас есть, что у вас нет. И она мне сказала, вот это пить надо мне как минимум месяца 3. Мы начали, конечно же, пить вместе с Катей, с Антоном и с, господи, со мной. Думаю, кто же третий-то. Да, с Катей, с Антоном и со мной. И вот именно артикул 156.97 мы пьем за 40 минут до приема пищи. То есть я чувствую, что у меня желудок голодный, я чувствую, что я есть захотела. Я сначала принимаю этот БАТ и в перемешку еще там сейчас покажу с чем. А потом уже через 40 минут кушаю. Можно пить по одной штучке 3 раза в день его. И тогда у вас пойдет хорошее очищение. Если вы не хотите столько долго чистить свой организм, но хотите, чтобы он у вас в итоге был чистый, тогда не подкармливайте патогенную микрофлору. Садитесь на фрукты. Фрукты на ночь нельзя только с утра. Садитесь на овощи и садитесь на рыбку. И ни в коем случае ни грамма молочки, сахара и так далее. Вот тогда у вас чистка пройдет быстро. Вот так она сказала. Ну, это нам надо, это наше с вами здоровье. Дальше иммуномодулятор форте. Вот прямо беру одну такую, одну такую в ладошку. И запивала я цитрактивом. То есть вот это вот наводила. Вот этот райничок я пила. Вообще шикарно смотрится. Дальше, значит, пробиотик и пребиотик. Я пила во время еды, во время именно еды. Вот сажусь кушать. Вот, допустим, съела ложку супа и сразу пью вот этот пребиотик. По одной штучке два раза в день мы принимали. К с Антоном нам не хватило на курс, потому что нас трое. Да, я Катя Антон, нам не хватает. Поэтому я еще заказала по 10 баночек. Это вы уже видели в обзоре. Дальше Келп. Келп это йод и железо. Его железо оказывается, по словам моего врача-нутрициолога, и вообще врача 25-летней практики, можете ей доверять 100%. Она сказала, что из-за того, что тут есть железо, вот этот можно принимать после того, как вы прочистите организм. Потому что железо дает шанс размножению патогенной микрофлоры. То есть, как она мне сказала, вот, например, у человека мало железа в организме, по анализам мало. И он начинает пить железо, и его не прибывает. Почему? Потому что чистка была пропущена. И съедает железо патогенка, а не организм. Вот в чем суть. Поэтому сначала вы это пропиваете, а потом уже железо с йодом. Келп очень классный, чистый, хороший состав. Лена его очень похвалила. Артикул 157-55. Ну, мой врач Елена. Но, с другой стороны, будьте внимательны. А, не вот это пропивать, а вот это. Вот это. Либероверн. То есть, это антипаразит, антимикробный, от глистов и от всего. А вот этот, тут куркумин, все такое прочее в составе. И если есть какие-то воспалительные процессы, он их начинает лечить. Я его еще все пью. Сейчас я начала делать массаж. Я сегодня после первого массажа с утра просыпаюсь, у меня забило нос. Я хожу в туалет каждые 15 минут. Я поняла, что у меня был застой лимфы. И лимфа начала выходить. Очень сильно все болит после массажа, потому что 2 месяца я на массаж не ходила. А с моей спиной это вообще табу. А я, видите, не пошла. Так, H2D3. Что я скажу про него? Оказывается, одна таблеточка равна 200 международных единиц. Это очень мало. И мой врач сказала, что моему мужу, например, нужно 14 этих выпить штучек. Поэтому больше мы ее заказывать не будем. Слишком маленькая дозировка. Артикул 81.15, если я правильно говорю. Мы будем заказывать 2000 международных единиц. У нас на сайте Фаберлик есть от компании Фаберлик. Это от БСИ. А есть еще от компании Фаберлик. Там 2000 МЕ. И вот это мы даем и дочке своей 9-летней. Детские мы ей уже не даем. Там слишком маленькая дозировка. Далее, витамин С плюс цинк. Сейчас уже все. Вот даже заходишь просто в Рилс и в Шорс и в моменты в истории. Где в какой соцсети вы смотрите. Вот эти короткие минутные ролики. Везде говорят цинк, цинк, цинк. Но еще и нужен селен. Но селен скоро выходит у нас. Куркумин тоже скоро выходит у нас. Но куркумин есть в иммуномодулятор Форте. Не забывайте. Поэтому иммуномодулятор тоже можно пить. Но иммуномодулятор можно пить только с утра. Потому что там гуарана в составе. А гуарана дает энергию. Поэтому на всякий случай, кому-то важно, передаю слова своего врача. Цинк мы уже тоже давно пьем. И я еще 10 банок взяла. Будем пропивать. А еще отвезу папе цинк. То есть Келп сейчас на данный момент пьет моя Викуся. Потому что мы ее уже прогнали по всем параметрам. Она у нас просидела на диете безглютеновой, несладкой. Поэтому патогенка у нее точно ушла. Это здоровое сердце. У нас сейчас есть кардио-суппорт. Партикул не буду говорить. Потому что в молекулярке кардио намного лучше состав. Как мне сказал мой врач. Антипаразит-комплекс. Вот как раз у меня пропивала Викуся. Мой врач сказала, что он немножко слабже, чем вот этот. Чем либераверм. И из-за того, что либераверм посильнее, Викуська пила антипаразит-комплекс. А мы пили вот этот. Викуська, конечно, у нас поджирает. Ей, ну, в кавычках, конечно. А потому что, если мы можем себя взять в руки, она нет. И, допустим, когда ей в школе, ну, мы сейчас перешли на домашнее обучение, слава богу. Кстати, про домашнее обучение. Вы представляете, нас заставили писать заявление о том, что раз ребенок не питается дома, они нам эти деньги за питание будут переводить на карту мужу. Потому что у меня муж оформлен как опекун ребенка-инвалида. Я вообще в шоке над государством. Ну, молодцы, молодцы. Деньги надо отдать, надо им отчитаться. Вот у меня муж ходил, писал заявление. Я вообще обалдела. И, значит, 157,63. Вот это Викуськина. Из-за того, что Викуська поджирала, мы тоже чистились долго. Мы чистились 2 месяца. Потому что ей дают в школе сладкое с натуральным сахаром. Мы ей даем шоколад только на меду дома. И то 4, там 6 долек в день, 8 максимум. Вот 2 пролетика даем. А там ей дают каждый день ту вафельку, то еще что-нибудь. И понятно, что чистка удлиняется. И мы тоже Викуську вот 2 месяца прочистили. И потом уже начали пить Келп. И тогда вот железо, оно будет работать. Потому что мы Викуське брали анализ. Господи, как мы его брали? Мы ее втроем держали. О, господи, аж вспоминать страшно. И, конечно, Келп вот ей сейчас, на данный момент, он ей помогает. Далее комплекс для детей Омега-3. Хороший состав, все хорошо, врач похвалила. И тут же, когда мы сели на новый протокол питания, она говорит, там крахмал, ребенку крахмал нельзя. Потом она посмотрела, что Омеги тут в составе мало. И ей надо пить по 4 штучки 2 раза в день вот этой Омеги. И плюс там есть крахмал. А на нашем протоколе питания крахмал нельзя. Поэтому мы перешли на Омегу-3 форте и кушаем по 2 штучки 2 раза в день. Вот нам 10-й год пошел. Так, дальше. Вот это значит, мы все допили, все-таки, да, куда девать. А крахмал нельзя, а в составе крахмал. Так, К2Д3. Почему у нас вообще целая гора К2Д3? Когда вы открываете эту баночку, вот до сюда, там К2Д3 навалено. И когда вы открываете 3 баночки, ее можно объединить в одну упаковку. Поэтому мы решили вскрыть весь К2Д3 и все всыпать. И 3 банки в одну. И поэтому у нас столько много их пустых. Поэтому там мне напишут чокнутая кона. Ну, вот столько выпила много. И мы вот эти тоже, кстати, пересыпали. И у нас получилось из, ну, считайте, да, из 20 банок получится, поделите на 3, вот сколько. Так, дальше, значит, Кэлп. Кэлп мы тоже, кстати, сейчас пьем антипаразит. Вот Викуська, видите, пропивала 2 месяца. Вот он у нее есть. Так, Кэлп, Кэлп. Ну, в общем, все, тут больше ничего нет нового. Тут ничего больше. А, нет, есть Энерджи Бум. Много пришлось работать тут в последнее время. Взяла на себя 3 мощных проекта и поняла, что не справляюсь. Поэтому пила Энерджи Бум. Очень, кстати, помогло. Артикл 153.19. И действительно, если пить много кофе, он все-таки подсаживает сердечко. Если пить Энерджи Бум, то сердечко не подсаживается и сердцебиение не вызывает. Дальше, дальше. Живица. Живица 2 штучки, но они все пьют. Викуська 3 с утра пьет живицы. А няня, воспитатель, я, Антон, в общем, все взрослые по 5. Дальше, значит, ньютоник. Я начала пить ключи мозг. Очень хочу пропить его. Несколько баночек у меня его пьет и муж, и я. Потому что мозги нам нужны, чтобы мы лучше соображали. Артикл 157.32. И, кстати, тут очень богатый состав витамин группы В. В1, В2, В6 и В12. А все вы знаете, что витамины группы В улучшают настроение. Его нужно принимать, если человек вообще имеет какие-то депрессивные, постоянные расстройства, там еще что-то. Это очень полезно пить. А на самом деле тут еще есть витамин С, никотинамид, фолиевая кислота, пандатиновая кислота, биотин, янтарная кислота и витамин Е. Очень хороший состав. Очень хороший, богатый состав. Вот мне сейчас врач сказала, иди на Вальберис, покупай биотин. Я такая, о-о, думаю, а он у нас тут есть. Я говорю, Лен, а вот тут есть, тут есть. Она говорит, ну тут недостаточно. Я говорю, а сколько надо пить, чтобы биотина хватило, если я буду пить эти. Она говорит, а не майся дурю, говорит, остальное будет передозировка. Поэтому ты-дин-ды-ды-дин. Я пью пока вот это и жду с Вальберис отдельный биотин, к сожалению. Да, так получилось. Артикл 157.25, ширкой носом, это у меня после массажа пошла лимфа. Артикл 157.25, но стресс. Очень хорошо, кстати, помогает Викусику перед занятиями, после занятий. У нее сейчас после интенсива она вернулась такая нервная, есть зажимы. Мы ей наняли вот массажиста, массажист ей зажимы убирает. Ну и плюс ко всему нервную систему надо восстановить. Поэтому каждый день на ночь она у нас пьет вот этот ностресс. И когда она в обед уже нервная, мы ее еще в обед даем. То есть одну или две таблеточки в день мы ей обязательно даем. Ну и тут в составе еще есть магний, но магний мы тоже заказываем с Вальберис еще и пьем отдельно, магнезиум называется. Поэтому и там и тут, но магния передозировки не бывает. Дальше Блю Бери, это у нас черника, это черника плюс, это мы поддерживаем зрение с мужем. Тоже пьем по одной таблеточке два раза в день. Артикл 157.26. Я заказала 5 или 6 баночек, отвезла одну маме, одну папе и остальные мы разобрали, я, Катя, Вика, Антон. Вике пока не даем, врач сказал, столько много нельзя. Я говорю, окей, слушаюсь. Так, последнее, что у нас есть, это успокаивающий травяной сбор. Очень-очень нравится. Артикл 156.67. Бронха. Травяной сбор, легкость дыхания. Артикл 156.69. Олива. Противовоспалительный. Вот я его, кстати, вчера два пакета на ночь заварила, потому что знала, что у меня после первого массажа с таким огромным перерывом лимфа пойдет хорошо, и я знала, что у меня заложит нос. Я все это знала. Артикл 157.50. Олива очень хорошо помогает. У меня сразу мышцы прошли, все прошло. Она противовоспалительная для всего организма, эта олива. Состав вроде бы вообще ничего. Тут трава и лист перечной мяты, и листья оливы. Маленький узкий состав. Узкий ассортимент, да, по сравнению вот с этим же иммунитетом. Видите, какой тут список огромный. Но она сильна. Она мне помогает. Я чувствую улучшение, как бы мне не было плохо и тяжело. Вот после массажа или я заболела, буквально через час я чувствую улучшение, если это только начинается. Понимаете? Трава, она же помогает, если только начинается. А если уже что-то серьезное, человек там два дня под 40 лежит, не дай бог и до антибиотиков довести. А когда вы чувствуете, что болезнь начинается, сразу начинайте пить большие дозы живицы, пить оливу, пить иммунити, пить омеги большие дозы. Д3 очень хорошее противовоспалительное средство. Вот это вот тоже очень хорошее противовоспалительное средство. Его утром можно выпить даже 3 штуки на голодный желудок, чтобы не разболеться. Это же важно все. Ну, главное тут, чтобы печень не пострадала. Тут передозировка плохо. То есть там 10 штук пить нельзя, конечно. А то мне тут девушка отписала, вы мне посоветовали, или я там вместо 3-х там 10 выпила. Я говорю, господи, милая ваша печень. Говорю, идите пейте 2 стакана воды теперь. Поэтому, конечно, не балуйтесь, не балуйтесь со своим организмом. Артикул 157-70 это иммунити. Вот когда кто-то разболелся, уже вот иммунити. Очень хорошо помогает. Переохладились тоже на ночь, классно выпить иммунити. Дальше артикул 157-15. У нас с вами получается фитоконцентрат для похудения. Очень вкусный, сладкий, классный. Пьет муж, он не может прям без него. Так, начали мы пить коктейль wellness. Честно скажу, заработалась до того, что мало двигалась и набрала лишнего. Я опять набрала и опять скидываю. Причем, это, наверное, вся моя жизнь из этого состоит. Набрать, скинуть, скинуть, набрать. Как у меня муж говорит, Аня, у тебя пузико то лежит на коленках, то его нет вообще. Я говорю, ну вот так вот я, вот я такая. Артикул 156-54 очень хорошо помогает. Сытный, классный, 98 калорий в одной порции. Тут очень хорошее содержание белка, 53%. Тут есть антиоксиданты, тут витамины, минералы, тут есть пищевые волокна. И когда вы заменяете один прием пищи, вы получаете 98 калорий, если на воде, да, молоко, понятно, увеличивает калории. Вы всего получаете, если на воде, 98 калорий и надолго сытность. Я иногда пью двойную порцию, потому что иногда я голодная, как не знаю кто. Особенно если обед пропустила, то я могу 8 вечера, ужин вернее, да, пропустила из-за того, что меня дома не было. И я могу, допустим, 8 вечера, когда уже сильно-сильно голодная, выпить двойную порцию. И это будет все равно 200 калорий, да, ну там 196. Это будет всего 196 калорий все-таки, а не там, не знаю, допустим, суп с хлебом, да, он больше калорий, чем вот это. Потому что там содержится картошка, крахмал, там лук, мы с чем-то еще. А тут вот прям супер, я его пью. Очень жалко, что больше на сайте нет корма, не знаю, в чем причина. Понимаете, у меня когда спрашивают, а это будет, а это будет. Я же сейчас не состою в Российской Лиге, я не знаю, для меня все сюрприз. Да и когда состояла в Российской Лиге, я не имела права это говорить. Потому что, да, мы знали очень много всего наперед, но я не имела права говорить то, что я знаю. Поэтому смысл был в этой Российской Лиге участвовать, когда мы и так вместе с элитной командой в элитном отдельном чате подаем очень много идей для компании Faberlic. Но, в принципе, я счастлива, что компания Faberlic, она вырулила из такого мощного кризиса, она вырулила и осталась в плюсе. и лидеры все открывают и открывают новые статусы. Это круто. Мы с вами будущая компания, а компания наша это будущее для нас. Вот. Так вот взаимно и идет обмен энергией. Ну что ж, мои дорогие, с вами волоконного Аня. Спасибо за просмотр в пустышек. Целую вас, обнимаю. Очень счастлива, что вы со мной. Всем новых статусов, всем новых званий, всем энергии роста, удачи, введения, во всем вдохновение. Верую в себя, в компанию, в свою команду, чтобы у вас все получалось. Всем пока-пока.